Лайер, ну и плюс еще девочка, ну это обновление 7.07, так, окей, ясно, ну вот поединок судьб, большое обновление, насколько я успел понять, вот эта девочка она саппорт, то есть пацан тот керри, а вот эта девочка саппорт. Вообще, на самом деле, не горю особым желанием, ну я вообще за саппортов не играю, потому не уверен, что буду за нее играть, хотя у нее талант плюс 200, это к спиду, звучит неплохо. Ну, я видел у нее станы там, это у нее бесплотная форма есть, то есть, ну, саппорт, саппорт. Также вот, что я бы отметил, а, ну это смурф, это вот новый аккаунт я создал, то есть это не мейн. Вот, новый появился, сезонный рейтинг, черт еще, на русский язык все не перевели, ну ладно. Ну, его пока не ввели, я так понял, его ведут где-то через полмесяца, то есть, а что такое нормальная же порядочность? Ну ладно, грустный смайлик. То есть, пока не будут вводить вот это, это где-то через полмесяца ведут, то есть, пока оставят ММР. The peak of your skill, this season is displayed by a rank medal, то есть, теперь медаль будет светиться, да, и будет отображать, так сказать, ну, как, за мимо ММРа, то есть, помимо ММРа, так скажем, обилити драфт обновили, ввели новый режим турбо, то есть, тут больше золота и опта, слабый башен, то есть, игра больше длится, то есть, меньше длится, быстрее идет, ну, мне это не особо интересно, если честно, турбо, то есть, сейчас зайдем, посмотрим в саму игру, как сама игра обновилась, All-Pick. Вот, я пока до 20 уровня на этом персонаже не дошел, я пока не могу в рейтинг играть, вот. Вот, открывается на 20 уровне, что ж, посмотрим, посмотрим, может быть, зря я калибровался, если новую систему вводят, вот эту вот, может, и не надо калиброваться уже. Гибкость у меня откуда-то, это просто что-то я в All-P играл, это из All-P гибкость, по сути, ее не должно быть, на самом деле. Ну да, это я в All-P просто персонажей перебираю, так у меня, на самом деле, на нуле гибкость. Ну вот, уже выпустили там какие-то наборы для персонажей, вот, купить можно со скидкой. Вот, а Пангалайер это Керри. То есть, у него снижение брони есть, неуязвимость к магу-рону с ульты, то есть, это уже другое. Вот он уже Керри. Ну, не перевели почему-то еще на русский все. Ну вот, он на бруде задротил просто. Пока что только вот значок вот этот висит. Ну и типа, помимо медалей, есть еще медали, как бы, уменьшенные. То есть, они показывают, ну, звездочки-звездочки, то есть, они показывают, как ты, сколько тебе осталось до следующей медали. Вот, то есть, пять звездочек максимум может быть над медали. Вот, важные нюансы. Сейчас покажу, вот, что меня заинтересовало. У бруды больше инвиза нет. Вот, спинтся, ларджи, веб, из Грандсбурдмазера, пассивом, он спит. И, короче, инвиза нет больше. У паучихи больше нет инвиза. Такая фигня. Зато есть теперь крутые таланты на плюс 20 к урону паучкам. То есть, может быть, есть смысл брать просто урон паучков. Но я не уверен, правда. И еще у шейкера вот тоже меня заинтересовало изменение. По земле распространяются ударные волны, носящие урон врагам. Каждое попадание по врагу создает волновой эхо, который наносит урон ближайшим врагам. Попадание по герою создает двойное эхо. То есть, по-моему, что-то изменяли, что ли, у шейкера. Но я точно не уверен. Наконец-то игра нашлась. Долго искалась просто. Надеюсь, примется сейчас. Я бы Пангалайром поиграл на самом деле. Девочкой не хочу, а вот мальчиком поиграл бы вот этим. На миду. Я видел его, просто на мид берут. Не знаю, если... А, вот приняли, отлично. Интересно, Пангалайром можно в лес пойти? Я просто сомневаюсь в этом. Я бы в лес пошел. А-а-а! И еще что я хотел сказать. Появилась новая механика. Интересно, нахуя они банят нового героя? Твою мать, пидорас. Сука. Вот. Появились бонусные герои. То есть это не из компендиума что-то, а просто каждый день будут бонусные герои, которые что-то получают. Я вот точно не уверен. То ли манга дают, то ли что-то такое. Шрайны с рунами богатства передвинули, теперь поменяли. Вот. Вот, кстати, саппорта пикнул у нас челик. Дарк Виллоу. Ну, сейчас посмотрим. То есть мне не обязательно играть. Мне хотя бы просто посмотреть со стороны, как будет герой выглядеть. Мне не обязательно играть. Я не знаю, зачем забанили нового героя, вот этого панголира. Если честно. Во вражеской команде есть инлокер, но по сути это корм. И теперь Таун Портал Скролл тебе дают в начале игры халявный. Больше не надо СН-3 покупать, круто. Теперь Танго 5 покупается, не 4, а 5. Ну и плюс Кура сама покупается, насколько я помню. АА боится сама, да-да-да. Куру надо покупать, но боится она сама. Сейчас, может, мне 1 Танго дадут. Возможно, мне даже 2 надо. Всё, теперь инвиза больше нету, бруды. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Одно Танго можно? Почему такие крупные значки? Раньше же вроде... Твою мать, Солринг теперь по-другому собирается. Интересно, мне дадут Танго или нет? Дали всё-таки, хорошо. Ой, хорошо, даже 2. Твою мать, мусор какой-то базарит. Я бы хотел Пангалайрам поиграть, но да ладно. Почему они не перевели полностью всё? Ну, первое, что в глаза бросается, вот руна и вот шрайн. То есть до шрайна теперь ближе идти. Но зато до руны дальше идти. Так что... По сути, меня контрит, тут Свен и Винтер Виверна. Ну и Батрайдер может поджигать паучков. Так, в принципе, похуй. А раньше ты так не мог. Раньше, когда ты... А, раньше можно было только одну паутину. О, нормально. Вот видите, типа в эту фигню вступаешь и урон получаешь. Нормально. Раньше только одну паутину вроде можно было на первом уровне запускать, насколько я помню. Беги, блядь. Ну, она умерла, да зря ТП тратила. Мне Солуринг не нравится новый, то что он ману не регенит. Мне это совсем не нравится. То есть он даёт ману, да, но он не регенит её совсем плохо. Но раньше инвокер был кормом для бруды. Теперь посмотрим. По сути, у меня реген должен быть дикий с Солурингом с тем же. Крипов мне, очевидно, сложнее добивать, чем инвокер. Мне инвокер помогает добивать крипов, приятно. Да найдет животное. Ну да ладно. Видите, инвиза больше нет. То есть надо теперь аккуратнее, конечно, быть. Но паучки жирнее стали в плане, им снизили хп, но... Больше теперь армора, сопротивление Макризисту появилось у паучков. В этом плане они лучше стали. А я арчит куплю просто, и всё. Вот и всё, да, инвокер это корм, по сути. Я его скоро убивать смогу. Через некоторое время. Пошёл отсюда. Можно уже и телес фармить. Вот так. Оп. Ну что ж, зато реген хп будет здоровский. Ну и плюс жирность. Так что ладно. Отлично. Мне, по сути, и танго-то, но не нужно. Так. Плохо то, что у инвокера вот эти квасы есть. Типа он отхиливается с квасов. Очень круто. Иди отсюда, блядь. Дурак нахуй. Да, паучков теперь куда сложнее пробивать. Вот у них 8 брони. Макзащита. Ну и плюс реген, здоровье опять же. О, вышку сдвинули влево. Интересно. Ну, видите, его квас спасает. Инвокера спасает реген с кваса просто. Если б не он. Скоро эншитов. Бруда может эншитов быстро идти зафармливать. Я думаю, да, я все-таки... Опа-на, акуру забрать. Кстати, у Бруды такая хрень. Она даже получая урон, может через препятствия проходить. То есть нет инвиза, зато есть другие плюшки у нее теперь. Так что... Нельзя сказать, в принципе, что Бруду ослабили или усилили. Просто изменили, типа. Не знаю. Его надо убивать у инвокера и идти пушить. Я прям не супер круто играю на Бруде, типа. Не могу прям супер быстро это сделать. Ну, стомпить крипов нельзя, да. Потому что я прохожу просто сквозь них. Вот дурак ебучий. Дурак, блядь. Видите, он за счет кваса этот долбоеб быстро отхиливается просто. Ночью спят нейтралы. Так, МИТСС. Надо пушить. А, заебись. А, нет, вот он. Ну, я не знаю, его сложно пробивать. Его почти невозможно пробить через экзорты. Че, можно энджетов пофармить? Тоже они спят. Да, они так легко, они даются. Блядь, я проебал первый скилл, Найс. Бред какой-то. Это реально дебилизм. Эншенты, они не должны убивать пауков. По идее. Долбоебизм какой-то. Ну, нуокер, он типа реально имбалансный. Он просто себе квасы берет и все. Я его не могу пробить через квас. Просто не могу пробить. Ну, сейчас паучков можно настакать. В принципе, опять. Тут центриза чем-то стоял. Бля, тупое животное, сука. Я не знаю, может быть, ульту вкачать под ульту и инвокера сгрезть, я так думаю. Просто обычно прокачка какая? Кью-В, Кью-В. Вот мне даже танго не нужно. Прокачка обычно Кью-В, Кью-В и потом ульт. Я вот думаю, может ульт пораньше вкачать. Под ультом я сгрезу инвокера, по идее. Типа он супер прочный вообще. Хуйня. Инвокер реально, это такое говно. Он типа бесполезен. Но сейчас за счет квасов он отхиливается. Мне кажется, я сейчас ульту вкачну на следующем. Долбоев, блядь. Ну, я его не могу пробить. Отлично. Вот сейчас с ультой, возможно, я его заебашу. Возможно. Изи. Что я и говорил. Инвокер это корм для бруды. Просто корм. Просто пошел он нахуй. Я его охуйню, эту сгрезу тоже. Изи. Просто корм. Инвокер для меня это корм. Да. Надо сгрызать вышку. Твою мать. О, нюкс пришел. А зачем? Так, у меня паучков мало. Что-то надо настакать. Инвокер боится теперь. Да нет, нет, нет. Обратно, обратно. Видите, я теперь при получении урона не теряю муспит. Ну, видите, враги меня боятся, как бы. Так, что бы взять? Возьму плюс 200 к здоровью. Ну, видите, инвокер на миду обосрался. Привез бэтрайдера. Ну, я сопротив бэтрайдера. Мне посложнее будет, конечно, стоять. Это очевидно. Ну, типа, меня виверна действительно контрит. Ну, типа, меня паучки сгрызают. Теперь укрепление есть. Типа, прожимаешь броню. Куре. Кура сама апается. Что бы тут взять? Я не знаю, наверное, диффуза. Вот мне даже танго не понадобилось. Ни одна. Кто там инвокер? Ну, инвокер это изи. Так, пока этих пидоров зафармить. Просто паучки... Ну, обычно паучки это корм. Там уже в середине игры. То есть, их легко убивают. А вот... Теперь не знаю. Возможно, паучки как-то поживучее будут. Ну, видите, да? Это, типа, девочка саппорт бегает. В принципе, я представляю, какие у неё там скиллы. Долбоёб ебаный. Видите, у меня даже паучки не подохли, нифига. То есть, ну, вообще похуй. У них теперь с Magic Resist там вообще, типа, пофиг. Так, мне надо арчит реализовать. Я не могу просто... Подобраться к инвокеру. Он, наверное, лес фармит и меня ждёт. Да, мне стрёмно туда идти. Тупорылые паучки, блядь. Тварь. Пиздец. Теперь укрепление и на крипов накладывается. Это, кстати. Жёстко. Это жёстко. Ну, инвокер меня боится, это ясно. Шкура, блядь, ебаная, наверное. Виверна вообще имба, на самом деле. Типа, это бесполезный герой. Но она может быстро паучков убивать. То есть, ну, реально это имба. Виверна. Хотя герой сам по себе бесполезный. Виверна. Она просто через полкарты в тебя эти ледышки кидает и убивает пауков. Вот, видите. Она даже не подходит. Она просто через полкарты будет этой фигнёй кидаться и всё, и убивать паучков. Ну, вот, видите. Давай, давай, давай. Твою мать. Сука. Дети шлю, блядь. Так меня бейстят, охуенять. Тупорылые гондоны, блядь. Ну, они ничего не могут сделать у меня, на самом деле. В принципе, ничего не могут. Просто ничего. Они могут в меня скиллшотами, ну, откидываться и всё. Они мне, в принципе, больше ничего не могут. Апсерверы ещё бы в лес поставить, чтобы я видел их передвижение. Да, я прям не супер жёсткий на бруде. Типа, я не могу прям чудес крутых на ней делать. Ну, типа, я стараюсь, как бы. XPM, типа, всегда заебись держу. Ну, да, у меня уровень самый высокий, типа. Вот, кстати, виверну, если бы мне ещё подкараулить виверну из Зарчит, я бы её убил просто. Да? Странно, но окей. 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 Заебата, блядь. Не, пизда-то сыграна, мне понравилась, ага. Я не понял, как я, долбоёба не убил, правда. Ну, да ладно. Ну, всё, уже сейчас вторая вышка должна падать. Ну, раньше вот эта херня у Винтера верная, она ваншотала паучков. Теперь, по крайней мере, не ваншотает. Всё, отлично. Я так думаю, может быть, лотар покупать вообще на бруде. Мне кажется, лотар мог бы неплохо зайти. Давайте, добивайтесь своей аналу. Изи. Вонючая тварь. Просто изи. Ну, не надо. Зачем встаньте? Да нет, нет, я б не убил. Ха-ха-ха-ха-ха. Я извиняюсь, я не хотел стелить, очевидно. Нет, правда не хотел. Так, дезолятор. Где дезолятор? А, нет, куплю радик. Фантомку выжигать. Ну, что ж, как-то так. Если пчелики пушили, другие лайны ещё. Да, вот видите, глифы на крипов накладывается. Прикольно. Плюс 35% колпоту, конечно же, возьму. По-любому вражеская команда где-то тут ошивается. Хотя нет, нанизу. Боятся, боятся меня челики. Правильно делают. У инвокера такой же уровень, как и у меня. Странно. Хотя на меду я его обоссал. Ну ладно. Я реально не знаю, какие таланты врать. Может, реально урон паучкам взять? Их вроде особо не убивают. Теперь. Бля, пидорас. Ну, видите, они... Ну, видите, они впятером меня гонгают. БКБ, кстати, надо, я вспомнил. Видите, они впятером меня гонгают. Видите, инвокер мид слил, зато ему приходили, помогали по КД. Ну, мы тут проиграем, типа... В принципе, я знаю, что игра на бруде это 90% луз. Видите, когда враг вот в эту фигню попадает, он, типа, в стане стоит. Ну, у него, типа, у Дарквилла много станов. Вот, кусты накладывают оцепенение на задетых врагов. Вот, шадоу реалм. Типа, врага тебя нельзя выбрать целью. Убейте, блядь, её, нахуй. Отлично. Сука тупорылая, блядь. Тупое чумо, нахуй. Вообще тупица, блядь, ебанутая. Сейчас бы фраг у мидера своровать. Долбоёбка, блядь. Вообще, я не могу этой логике понять. Просто воруешь фраг у своего мидера. Может, ты, блядь, в соло будешь играть, тут всех убивать. Вообще, тварь какая-то. Реально, я этого понять не могу. Воровать фраги у мидера, у своего. Просто спушивать под шумок, пока враги не пришли за мной. Паучки вышку танкуют. В принципе, нормально. Ну, и я ебал. Я один играю просто. И просто я один играю. Ну, и я один играю. Просто я один играю. Я ничего не могу. Я один играю. Просто я играю один. Они ни одного обсервера не поставили. Ни одного обсервера у них в лесу. Я даже не вижу... Ну, ладно. Я не знаю. Ну, я один играю, короче. Просто я один играю. Я не знаю даже, что делать. Теперь зарядов у диффузов нет. У диффузов, типа... Ну, да, типа бесконечная херня. За вот это замедление. Пидорас тупорылый, блядь. Ну, он просто улетит. Я ему ничего не сделаю. Он просто улетит от меня. Ни одного обсервера у них в лесу. Я ничего не вижу. Кто меня гангает, кто меня убивает. Вообще ничего не вижу просто. Уёбище, блядь. Уёбище на ВР. Просто... Конченая нахуй. Стоит, блядь, лес фармит уёбина. Не может быть, он додумался купол дать, не верю. Ну, задефайте меня, ну, сделайте что-то. Ну, они ничего не делают, потому что я один играю. У тебя нет никакого подсоева от команды. Потому что ты играешь один. Как, короче, вот. Изменили фрактуру карты. То есть... Вот шрайн, типа, и вот руна. Ну, поменяли местами. То есть, комьюнити не поменяли. Так же у тебя в команде 4 дауна. То есть, комьюнити никак не поменяли. Ну, вот как-то так.